Здравствуйте, товарищи! Близится два больших и дорогих для меня праздника, а именно День Международной Солидарности Трудящихся и День Победы. Безусловно, страна готовится их отмечать, и как многие думают, что сложившаяся ситуация будет подталкивать к тому, чтобы наши государственные мужи начали опираться на советскую идеологическую платформу, в том числе символическую. Многим кажется, что сейчас это происходит уже сейчас. Например, на Украине, когда восстанавливают памятники Ленину, зажигают вечные огни и водружают на здание копии знамен Победы. Даже появился неформальный символ бабушки с красным флагом, и ее образ начинает появляться в разных районах нашей необъятной Родины. Но, к сожалению, это всего лишь внешние, так сказать, отголоски символизма, которые сохранил в себе глубинный народ, но не власть. И вот почему. Буквально недавно мы отметили 152-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина, основателя первого в мире социалистического государства. В преддверии 22 апреля в ЦИОМ опубликовал в телеграм-канале интересное социологическое исследование. Его проводил Институт социологии РАН, с какими понятиями у России ассоциируется социализм и капитализм. Исследование четко показало представление глубинного народа к этим двум формациям. Итак, социализм, согласно опросам, ассоциируется у населения по порядку с патриотизмом, порядком, коллективизмом, справедливостью, взаимопомощью, наставным, нравственностью, техническим прогрессом, правами человека и народовластием. А, соответственно, капитализм ассоциируется с частной собственностью, конкуренцией, властью узкой группы людей, техническим прогрессом, коррупцией, социальной незащищенностью, бедностью, подавлением личности и преступностью. Собственно говоря, как видите, люди понимают, что настоящий патриотизм возможен только при социализме. Вот именно поэтому мы видим на Украине возвращение этих символов после подавления нацистов и, наоборот, лютую ненависть, но по другую сторону. Кажется, что мудрый правитель должен принять это к сведению и пользоваться. Ну, опереться на народные чаяния. Но, увы, у нас этого не происходит. В очередной раз на главной площади страны драпируется мавзолей Ленина. И пусть уже загорожен он не триколором, но изображением танка и флага СССР. Что, конечно, можно сказать, и это прогресс. Но имя вождя пролетариата и основателя СССР будет все равно скрыто от общественности. Кроме того, следует отметить, что наши СМИ рассказывают нам о том, как проходят президентские выборы во Франции. Было много слов о Макроне, о Липен, но наши пиарщики не упоминали о кандидатах, занявшем третье место. А именно, Меланшоне, за которого проголосовала молодежь. Он выступал третьей силой и именно с левого социалистического фланга. Нынешние протесты во Франции были вызваны потому, что избиратель, голосовавший за Меланшона, не нашел во втором туре своего кандидата. Так как Липен и Макрон представители правой идеологии и не являются между собой антагонизмами. Как вы видите, власть с опаской смотрит на ренессанс не только левой символики, но и идеи в целом. Поэтому впереди у нас еще большая работа. И с наступающими праздниками, товарищи! Всех благ!